Когда речь заходит о великих хищниках, которые властвуют в дикой природе, многие из нас вспоминают львов или тигров. Однако среди этих грозных созданий таится другой, не менее впечатляющий охотник – пума, также известная как горный лев или кугуар. Этот грациозный, мощный и быстрый хищник по праву заслуживает внимания и восхищения. В сегодняшнем выпуске мы погружаемся в мир пума, чтобы узнать, как они становятся настоящими мастерами выслеживания, преследования и нападения на крупных копытных и какие вызовы стоят перед ними в дикой природе. Пума обладает феноменальными способностями выслеживания. Ее обостренные чувства, слух, зрение и обоняние позволяют ей обнаружить добычу на больших расстояниях и оставаться незаметной для нее. Слух пумы настолько острый, что она способна уловить малейший шорох или звук движения в лесу. Зрение позволяет ей четко видеть в темноте, что дает преимущество в ночной охоте. Но, пожалуй, самым впечатляющим является ее обоняние, которое помогает выявить запах добычи, даже если она находится далеко. Пумы – это мастер раскрытности. Благодаря своему коричневато-серому меху она идеально сливается с окружающей средой, будь то горы, леса или даже пустыни. Это делает ее практически невидимой для потенциальной добычи и конкурентов. Пумы передвигаются медленно и бесшумно, почти как тени, продвигаясь по своему охотничьему ареалу. Они могут часами выслеживать добычу, подбираясь к ней на минимальное расстояние, чтобы сделать свой решающий прыжок. Когда приходит время нападать, пума показывает свои выдающиеся способности преследования и ловли добычи. Несмотря на свои размеры и вес, которые могут достигать 90 килограммов, пумы обладают невероятной скоростью и гибкостью. Они могут разгоняться до 80 километров в час на коротких дистанциях и прыгать на 6 метров в длину и до 4 метров в высоту. Эти показатели ставят пуму в ряд самых быстрых и прыгучих животных в мире. Основная добыча пумы – это крупные копытные животные, такие как олени, лоси и козы. При нападении на таких животных пума полагается на свою силу и точность. Сначала она подбирается к добыче на минимальное расстояние, после чего делает мощный прыжок, захватывая жертву когтями и кусая за шею, что позволяет ей быстро и эффективно обездвижить добычу. Ее острые когти и мощные челюсти позволяют удерживать даже самых сильных и крупных жертв. Несмотря на все свои преимущества, пума сталкивается с серьезными вызовами в дикой природе. Один из главных конкурентов пумы – это волки. Эти социальные хищники охотятся стаями и могут легко одолеть пуму численным превосходством. Волки часто крадут добычу, убитую пумой, используя свою численность и координацию для того, чтобы запугать и прогнать одиночного хищника. Другие крупные хищники, такие как медведи, также могут представлять угрозу для пумы. Медведи сильнее и могут отнять добычу у пумы, если она окажется в одиночестве. Это заставляет пуму быть всегда на стороже и избегать прямых столкновений с такими конкурентами. Однако пума – это не тот хищник, который легко сдается. Даже при столкновении с более сильными или численно превосходящими врагами, пума готова сражаться за свою добычу или свою территорию. В некоторых случаях пумы становятся жертвами своих собственных сородичей. Конкуренция за территорию и ресурсы может приводить к жестоким схваткам между взрослыми пумами. Обычно такие схватки заканчиваются тем, что более слабый или молодой хищник уступает территорию или добычу. Но иногда они могут приводить к серьезным ранениям или даже смерти одного из участников.